Чего мы тут собрались-то? Мы тут сегодня это, инвертор будем выбирать. Есть у меня тут парочка. Придумали, значит, тут себе комфорт. Чайничек им скипяти, в холодильничком рыбку заморозь. Газовая плита уже небезопасна. А дрель, допустим, аккумуляторная дорого. У меня вот тут есть попоподтиратель универсальный. На батарейке. Проверено. Одной зарядки хватает на месяц. Как по расходным материалам, так, в общем-то, и по батарейке. Пользуйтесь, господа. Очень удобно. Хочется мне вот тут вас спросить, куда вообще подевался тот былой морской авантюризм, когда вообще каждый третий из моря не возвращался. И когда преодоление препятствий было далеко не пороком, а воспевалось в каких-нибудь там или адах и одиссеях. Или это не об этом? Час я как-то не очень грамотный, похоже. Кстати, всякие там караванеры и прочие путешественники тоже могут, наверное, одним глазком почерпнуть информацию из моего ролика. Привет, привет, здрасти! Я тут вот тоже решил подлить керосину в огонь упрощения яхтенной жизни и уменьшение первоначальных затрат на всякие там электронные приблуды. И как я заметил, эти затраты тем больше, чем больше у вас вообще выбор. Потому что сначала хочется что-то попробовать, и берешь дешевый вариант, на котором попробовать-то ни хрена не получается, потому что он ни хрена и не работает. Потом хочется быстрый вариант, и поэтому берешь в соседнем магазине и задорого. Но опять же, вариант я скажу вам не из лучших, потому что я лично в окрестных магазинах нормальных вариантов вообще не встречал. Ну и в конце, уже из какого-то личного опыта, совмещенного с просмотром роликов на ютубе, начинаешь уже выбирать себе правильный вариант, в общем-то о котором я сейчас вам и расскажу. Короче, дело к ночи, а я еще даже и не начал по теме. Напоминаю, что разговор сейчас пойдет про выбор инвертора на бюджетную яхту. Ну или на бюджетный караван, кому так нравится больше. И сразу вам хочу сказать, что вариант 3 в 1, типа зарядка, контроллер, инвертор, это далеко не вариант для бюджетного яхтсмена. Даже доказывать, честно говоря, не хочу. Видео не об этом. А в этом ролике я расскажу, чем отличается хороший китайский псевдосинус от точно такого же китайского, только настоящего синуса. И вообще расскажу, что такое эти синусы и с чем их едят. Начинаем, как говорится, начинать. И рубрика называется «Я у мамы яхтенный электрик». Простите, что вы избавили вас от тупых разворачиваний всякого картона, разрезаний скотча и рассказываний, как круто китайцы запаковали все эти инверторы в пупырку. Мне, честно говоря, до лампочки, как они их присылают. Главное, чтобы они приходили целыми и невредимыми. Вот перед нами два инвертора. И к ним один батарейка на 12 вольт и 105 ампер часов, присланный мне на тест российскими килонтропами. Ну, у них свои цели, типа там реклама, а я, как обычно, буду свои цели продвигать. А мы начинаем. И у нас в синем углу ринга... Красавчик! Чемпион Алиэкспресса в своей весовой категории, бестселлер, воспетый всякими тупыми распаковщиками, инвертор с надписью 3000W на своей фотографии. Провода с ним идут, ну, очень хиленькие. Маркировки на них нет, но я замерил. 8 квадратов вышло. Обжатый тоненькими концовичками. В красном углу ринга у нас уже гораздо более явный фаворит, как по цене при покупке, так и по размеру. Но пока еще малоизвестный Хьян Ке Жи. Я думаю, что я не буду так сильно заморачиваться и буду называть его просто Хьян. На нем, кстати, гордо написано, что у него на выходе есть какой-то там синус, ну и провода у него уже идут 28 квадратов с мощными латунными луженными концовиками. Как говорится, взял в руку Томаэ Швэш. Перед боем, как обычно, проведем взвешивание. Итак, синий боец сам по себе кушает 4,5 ватта, а вот Хьян уже попрожорливее и практически кушает 10-11 ватт. Ну, потом придется это учитывать в процессе, когда мы будем что-то там считать. Про размеры, честно, я вообще говорить не хочу. Если у вас яхта не позволяет вместить инвертор любого размера, то нужно задуматься далеко не о выборе инвертора. И вот, пока бойцы готовятся, разрешите вам рассказать, что же такое этот самый пресловутый синус. Потому что реально, если спросить, то большинству людей вообще плевать на него обычно. Есть какие-то там вольты, есть какие-то там ваты мощности, а вот что такое синус вообще никто не понимает. Сильно глубоко вдаваться не хочется. Это все-таки не урок физики, поэтому немножко аналогий. Я надеюсь, вы понимаете, что общее количество энергии, которое наливает ваш инвертор во все приборы, которые к нему подключены, измеряется в ватах. И вот давайте представим себя на месте тех приборов, которые подключены к этому инвертору. Представляем, что вы живете в нормальной стране и так регулярненько заходите в бар и заказываете себе 5 шоток. Вам как бы хватает, это ваша такая норма. И тут вы приезжаете в такую, ну скажем, ненормальную страну. Идете в такой же точно бар и заказываете такие же точно 5 шоток. Выпиваете и понимаете, что пил, что радио слушал. Вы, конечно же, к бармену, а он вам что-то там про модифицированный синус, про то, что свои 5 шоток вы получили, а про то, какие они там, его не касается. Что может, то и наливает. И тут вы и понимаете, что кино не будет, электричество кончилось. И тут я добавлю, что есть такие странные люди, точнее приборы, которым и с таким количеством нормально. У них там типа вейв, макбук, вот это все. Короче, вы знаете, да? Ну вот и представьте, что с вами такой один тоже приехал. Вы к нему с вопросом, ну не доливает же, а он мне все норм, мне и так хватает, я могу и так нормально существовать. Вот и с этим модифицированным синусом точно так же будут себя чувствовать всякие там зарядки от макбуков, всякие там вейвы, все вот то, что импульсное и нагревательное, нормально себя чувствует. Короче, разбавляют. Но чтобы непрямым текстом говорить, что мощность, которую получит и соответственно потребит прибор, будет существенно меньше, пишут модифицированный синус. Так умнее звучит, и не прикопаешься. А мы начинаем наш бой. Первый раунд. Обычная зарядка от обычного макбука типа 75 ватт по номиналу. Подключаем к бойцу в синих шортах. И он как-то сразу и загнулся. Резко ушел в защиту, запищал, но потом выпрямился и таки смог осилить этот макбук. Мак заряжается, и мощность на выходе без учета потребления самого прибора получается около 65 ватт. Теперь подключаем этот же макбук, но уже к хьяну. Он настолько крут, что даже не попытался включить охлаждение. Мощность около 70 ватт на выходе, и как бы разницы практически нет. Но если быть честным, то если зарядка от ноута это максимум, который вам нужен, то смело ни хрена вообще не покупайте, а возьмите еще более дешевую херню, о которой речь пойдет в одном из следующих видео. Не нужен вам в этом случае инвертор вообще. А у нас второй раунд. И вот вам уже паяльник на 60 ватт. То есть нагрузка, которая должна работать от любого вида синуса, косинуса, что не лей туда, все в топку. Оба бойца при подключении показали одинаковый результат на выходе. По 60 с копейками ватт. Ну придираться мы уже не будем, нагреватели действительно работают хорошо. И на том, и на том инверторе. И в перерыве давайте расскажу вам про каждого из бойцов в отдельности. Итак, синего покупал на Али за 22 доллара, точнее евро. По огромнейшему количеству рекомендаций от всяких там распаковщиков, умело рассказывающих про пупырку, коробку, крутой цвет и порт USB, которые есть на этом устройстве. Красного покупал там же, но уже за 64 евро. То есть разница в цене у них уже в три раза. Хотя и на том, и на том написано 3000W. Третий раунд. Маленький чайник на 1 литр, заявленной мощностью 920-1100 ватт. Ну, тут не нужно быть большим провинцием, чтобы предсказать, как поведет себя синий боец. Он жестко запищал и сразу же ушел в защиту. Красный же, совершенно бедно пряга, начал кипятить водичку, потребляя при этом 1100 ватт. И тут уже хочется сказать, что если почитать характеристики мелким шрифтом, которые я для вас решил увеличить, то у синего в заявленной номинальной мощности написано 380 ватт. И лишь в пиковой, где-то в лабораторных условиях они получили 3000W. И судя по заявлениям китайцев, хреновая у меня лаборатория, раз наш вот этот вот синий друг никак не хочет поднимать свою мощность до заявленных 3000 ватт. Я, конечно, все понимаю, я сам иногда в плохих условиях спаиваться не хочу, но чтобы у инвертора была такая придирчивость к условиям, я такого раньше не видал. Очень странненько. Раунд 4. Итак, дрель с нактостью 500 ватт. Синий, похоже, радостно ожил, тут он еще поборется, но правда как раз тут и видно четко, что значит модифицированный синус. На дрель досталось всего 200 ватт. А это уж точно скажется на крутящем моменте. Ну и там еще есть следствие, про которое можно вообще целый ролик снять. Красный же с этой дрелью выдал уже 300. Что, заметьте, кстати, тоже не 500. Но, друзья, я проверил, это реально такая дрель. Она так выдает и даже от обычной розетки. Там, наверное, сами производители мерили в таких лабораторных условиях, что она вообще выдала все 500. А когда ее продали, она уже начала выдавать 300. Крутые у китайцев лаборатории, я вам скажу. Раунд следующий. Добивание лежачего. Болгарка с надписью 750W. Тут синий угол просто спасовал и запищав, взял сам отвод. Красный же спокойно выжал из нее положенные 600 ватт. А что вы удивляетесь? Кто-то что, реально ожидал от нее получить 750 ватт? Холодильники, микроволновки, всякие там стиральные машины, индукционные плиты я вообще тащить не стал. Но, поверьте, я все это уже проверил. Надеюсь, что всем понятно, что вот этот синий даже на ринг не вышел. Он вообще нихрена не может с ними сделать. А вот красный, красный, при тех же цифрах реально вытянул все и даже в парах совершенно спокойно работал. То есть, когда я запараллеливал все. Итак, бой окончен, победитель, тра-та-та-та-та-та-та, Хьян. Красный, 3000 ватт. Но мы так и не узнали, что же он реально может тянуть и кому он подойдет. Хотя нет, я все-таки узнал. В моей, не дотягивающей до мерок Китая лаборатории, Хьян показал, что холодильник, микроволновка и дрель одновременно работать будут. Но я не смог проверить это длительное время, потому что у меня во время теста уже у амперметра хвост отвалился. Пришлось чинить. И кстати, хочу сказать тем, кто любит все измерять. Если вы хотите что-то измерять, то лучше ставьте либо мощные шунты, амперы так на 500, прямо возле минусовой клеммы, либо уже берите реально дорогие неразрывающие цепь приборы, ну к примеру там на датчиках холод. Хотя я просто бы порекомендовал спать спокойно и не мучиться с этими расходами, доходами и всем прочим, которые вы будете считать каждый день. Потому что конкретно в вашем случае это знание только усложняет процесс. Я могу вам с уверенностью сказать, что лично вам знание куда, когда и сколько этого тока самого ушло вообще ничего не даст. У вас слишком маленькие емкости и слишком мало потребителей. Реально же вам нужно знать только напряжение на вашей батарее и больше ничего. Делается это самым дешевым напряжометром, на самых тоненьких проводах и это не вызывает никаких проблем в цепи. Никогда. Короче, в сумме на этот инвертор до того, как он решил уйти в защиту, я умудрился повесить 2000 ватт. Это довольно много. 3000 ватт? Нет, он не смог выдержать. Выводы, я думаю, вы уже сами сделали, но я, как обычно, их озвучил. Итак, синий боец говно. Ссылочку я, конечно же, как обычно, оставлю в описании, но покупать очень не рекомендую. Потому что он говно. Красный боец подойдет для всех яхт, на которых происходит реальная жизнь и на которых не происходит чартерный яхтинг. Потому что лично я не представляю себе, что вы должны придумать, чтобы вот этого вот вам не хватило. Потому что он реально спасает вас от покупки 12-ти вольтового компрессорного холодильника и такой же 12-ти вольтовой стиральной машинки. И вы можете совершенно спокойно купить обычную бытовую очень задешево. А в некоторых теплых странах, типа Испании, все это можно совершенно спокойно найти на мусорке. Этот же инвертор спасает тех, у кого сейчас просто нет денег на дорогой аккумуляторный электроинструмент. Вот типа такого попа-подтирателя. Он же позволяет одновременно пользоваться и электроплитой, и микроволновкой. Он даже позволяет поставить в душе дешевый водонагреватель и на самой бюджетной яхте пользоваться в душе горячей водой. Главное не пуститься во все тяжкие и не начать проводить высоковольтную разводку по всем каютам и по всем точкам, куда можете достать руками. Оно же не нужно это. И последний вывод. Вот этого достаточно. Больше не надо. Правда не надо. Лучше возьмите второй такой же, про запас, пусть лежит. Кстати, у синего бонусом есть USB-порт. Это, наверное, для того, чтобы те, кто его купил, такие не расстраивались и могли его использовать как охрененную мобильную зарядку с самым медленным USB-A портом в мире. Ну, чтобы просто в мусорку не ушел быстренько. Я там вначале что-то говорил про улучшение модификации. Так вот, у меня есть спрей буржуйского происхождения, и я им покрываю платы для того, чтобы можно было их в воду опускать. Ну так, безболежно. Итак, мы разбираем наш инвертор. Покрываем этим спреем и собираем назад. Ну, кто не умеет, вперед к жене на курсе лакирования ногтей. Принцип абсолютно тот же. Ну и пара советов напоследок. С инвертором в комплекте идет отличнейший провод. Он не короткий. Больше не надо. Не переделывайте. Устанавливайте, пожалуйста, ваш инвертор прямо возле аккумуляторных батарей. И уже потом тяните разводку именно 220 вольт по всей гявке. То есть туда, где у вас потребители стоят. К примеру, на кухню, если вы на кухне собираетесь. Либо в душ, если вы собираетесь, к примеру, сделать водонагреватель. Кстати, установка этого инвертора просто обязательно через специальный автомат на 180 приблизительно. Ну, от 180 до 200 ампер. Следующий совет. Выключать инвертор нужно сразу же, как только вы закончили им пользоваться. Не нужно его держать включенным. Он сам по себе жарет 10 ватт. В обычной жизни это, конечно, ничего. Но на яхте каждая копейка рук бережет. И да, если вы запитали именно от него же и холодильник, то очень рекомендую сделать правильную систему запитки холодильника так, чтобы инвертор выключался в тот момент, когда холодильник не работает. Это очень важно. Ну, либо выключайте на ночь холодильник. Просто выключайте его, и все. Ничего страшного не будет. Ну и еще одно. Если реально неудобно лазить туда, где расположен этот инвертор, и постоянно его включать-выключать, ну, выведите вы кнопку. Ну, или в конце концов сделайте, там, или купите инвертор с дистанционным управлением. Таких, благо, продается очень много сейчас. А на этом, как бы, и все. Рубрика «Я у мамы яхтенный электрик» прекращает свое унылое вещание. А я напоминаю вам, что подписка – это залог здорового сна. А лайк – это просто лайк. Но мне очень приятно.